Русские Я не знаю. Там типа ещё не умерла Украина. Вмерла. Там есть такая фраза, которая проверяет украинец. или нет? Есть, да. Поля нытья? Поля нытья. Нет, я вообще не сын нытья. Это типа не сын нытья. Не сын нытья. Не сын нытья. Не сын нытья. Вот прям слышно. Да, конечно. Еще. Укрзалезнится. 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 Да, да, да. Ось наша славна Україна Зажурилася. А мы тую Червону калину Пидимемо. А мы нашу Славну Україну День ми розбесемо. Ой, у луги Червона калиня Поклилася. Ось наша Славна Україна Зажурилася. А мы тую Червону калину Пидимемо. А мы нашу Славну Україну Доброго вечера вам, друзья. Не доброго вечера вам, не, другие. Что общего между этими двумя видео? На них исполняются песни из репертуара проукраинских нацистов. Бандеровские гимны, можно сказать. Это Даня Милохин, который человек года по версии российского GQ. В 20-м году получил это звание. И он лицо Питерского экономического российского форума. И Валеева, не путайтесь с нашей знаменитой и любимой спортсменкой, это мисс Крыма. Лицо Крыма. Ну, вот их фигачат со страшной силой, конечно, торгопатриоты в соцсетях, в украинских пабликах ликования. Валеевы отказали в представлении российского гражданства. Милохин утверждает, что он теперь попал в черный лист Первого канала после того, как он слил Медведеву и бросил проект, уже отрекламированный, в полный рост по телеку. Но песня совсем не о том. Вот мне кажется, что здесь бы на самом деле надо приглядеться к тем дядечкам и к тетечкам, которые этих двоих двигаются. Вы что, Герман Греб, думаете, сам выбрал Данию Милохиной между встречей с Путиным и Кудриным с своими друзьями погуглил? Такой Милохин сказал, а подать сюда Данию пусть он будет лицом с Бербанка? Не думаю. Думаю, что ему показали на его как бы вкусы на этого славного способного мальчика. Или вот этого Олега. Ну, что кто-то мог действительно выбрать под ее мисс мисс Челли, тем более мисс Крыма. Ясно же, что кто-то кто-то за этим стоит. какие-то дядечки. нашим блогерам гораздо безопаснее, комфортнее фигачить этих фриков, почем зря. Чем разобраться с теми кукловодами, которые дергают за эти ниточки и вот вытаскивают вот этих персонажей, которые не блещут интеллектом, но и не отличаются какой-то там циничной подлостью и прочим. Кстати, я впервые узнал о существовании этого Бабича, этого тиктокера украинского и тоже заглянул википедию и узнал, что да, он есть википедии, узнал, что он получил награду как любимый российской публикой за что-то какой-то то ли шип, то ли что-то такое, не очень в этом разбираюсь, я же возрастной. Вот, и чтобы два раза не вставать, Даня Милохин дезавуировал то видео, которое было выложено, вот его дуэт с этим Бабичем, он сказал, что до этого они спели российский гимн, тоже тандемов, а наши славные админы, телеграм-каналов и журналисты сделали акцент только на исполнении членов мэра Украины. заранее извиняюсь перед своими украинскими знакомыми, неправильно произношу. Вот, я к чему? Я к тому, что мне кажется, что надо все-таки искать тех людей, которые двигают фигурками на шахматной доске, они пытаются сделать вот так какой-нибудь пешки. Мне вопрос, вот люди вырезали, как я пою гимн Украины. Почему люди не вырезали, как я пою гимн России до этого? Здравствуй, Евгения Медведева. Это Дарья Милохин и Артурчик поедет. Мы знакомы? Да. Мы поздравим тебя с днем рождения. Рости большой. Я бы очень хотел приехать, но меня не впустят, наверное. Желаю, чтобы на твоем пути больше не попадались такие, как он. С днем рождения. С днем рождения. Субтитры сделал DimaTorzok